По еще одной профессиональной награде в копилку. Василий Бурасов, тренер-инструктор по рукопашному бою, и Сергей Мерешко, тренер-инструктор по греко-римской борьбе. В рабочей обстановке они были награждены благодарственными письмами от главы городского округа Ильи Поначевного. Когда принималось это решение, были, естественно, учтены их заслуги за прошедший период. Такие награждения, как правило, производятся не чаще одного раза в год, и наиболее достойные тренера, соответственно, достаиваются подобных наград. Перед лицом, перед глазами их учеников, их воспитанников, я думаю, что им было приятно получить такое поощрение. Воспитанники Василия Бурасова снова в строю после длительного перерыва. Восстановление идет полным ходом. Ребята, конечно, много набрали, многие вес набрали, лениненько все делают. Ну, так уже, грубо говоря, втянулись. Народа сейчас очень много. Ну, это всегда так, первоначально, сентябрь, залы полные. Ну, ребята с удовольствием приходят, занимаются, стараются. Сперва и на улице у нас беговые тренировки, и в зале. Среди воспитанников секции не один чемпион. На счету тренеров порядка восьми мастеров спорта за 12 лет. Некоторые повзрослевшие воспитанники не уходят из зала рукопашного боя на стадионе «Торпедо». Они становятся тренерами-инструкторами. На сегодняшний день под четким профессиональным руководством подготовлены новые перспективные спортсмены. Я, получается, на Московской области, на турнире «Будущий рукопашник», который проходит шесть этапов, да, получается, я выиграл четыре и стал финалистом на пятом. То есть, как, стал финалистом на первом, а выиграл все четыре остальные. Потом в Московскую область мы с братом ездим, выигрываем. На Кубке России были. На всех соревнованиях Трифон и Михаил Бурасовы достойно представили «Город Дмитров». Два перспективных спортсмена, они представляют наш «Город Дмитров». У них есть отбор на чемпионат России. В том году ребята были на Кубке России, участвовали, заняли Михаил второе место, Трифон третье место. В этом году на центре России Михаил третьим стал призером. Ну, что у одного, что у второго есть отбор на чемпионат России. После самоизоляции календарь спортсменов заполнился новыми турнирами и чемпионатами. За небольшой период ребята уже успели выступить на соревнованиях самых разных уровней. Вот у них сейчас уже было два старта, два соревнования. Трифон у нас идет, будущий рукопашник у него, лига будущего рукопашника в Московской области проводится. И они участвовали на межорегиональном турнире в городе Домодедово, где тоже Трифон стал вторым, Михаил третьим. То есть там очень серьезный был такой турнир. Получается, он всегда в ранге всероссийского турнира. Его еще не вывели в ранг всероссийского турнира, но он получается так, потому что 11 регионов и 250 участников. Впереди у Трифона и Михаила важные соревнования. Планируется соревнование, вот последний этап, будущий рукопашник, финал. Там мы будем, все ребята, которые выигрывали, будут драться за пояс. Это в моем весе. И Россия. Очень много областей и округов съедется. Мы едем от Дмитрова два человека, я и брат. Уже 19 октября Брянск встретит рукопашников со всей России. Подготовка к соревнованиям такого масштаба идет полным ходом. Вот готовимся, тренировки упорные ведутся. Тренировки ведутся сначала разминка, потом отработки, борьба и, ну, вольный бой. То есть, руки, ноги, борьба. Взять такую планку может каждый желающий. Главное – трудолюбие. Кроме того, двери зала рукопашного боя открыты для всех желающих. Мы проводим набор детей, юношей, ну, и девчонок тоже для занятий, кто хочет увлечься этим видом спорта. Спорт в нашей жизни, как бы, важный элемент такой, что вот эта урбанизация, малая подвижность, гиподинамия, как бы, ну, можно сказать, грубо говоря, профилактика будущих болезней. Стараемся их больше расшевелить. Рукопашный бой полезен не только для физического здоровья, но и для развития мышления, а также в борьбе со скованностью и зажатостью. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...